Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как можно определить наличие заболеваний по виду испражнений. Визуальная оценка стула может о многом рассказать, а это важно, потому что заглянуть в кишечник мы не можем. Порой бывает так, что заболевание развивается без каких-либо признаков, а когда обнаруживается, то уже бывает слишком поздно. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, чтобы узнать о том, что может рассказать ваш стул о состоянии здоровья. Цвет Окраска кала может изменяться от видопринимаемой пищи. Например, свекла его окрасит в темно-свекольный цвет. Обычно стул коричневый, однако изменения без видимых причин, которые длятся долго или повторяются – это повод насторожиться. Если цвет стула становится светлым, от белого до светло-серого, то это может указывать на проблемы в работе печени и желчного пузыря. Это могут быть камни, перекрытие желчных протоков, цирроз и даже признак опухоли. Наличие белой слизи – возможно у вас болезнь крона. Зеленый кал могут окрашивать зеленые овощи, зелень и продукты, имеющие красители. Если вы не ели овощей, то значит, что кал этого цвета слишком быстро миновал весь пищеварительный тракт, поэтому в нем недостаточно пищеварительных ферментов. Желтый маслянистый стул указывает на нарушение усвоения жира и блокировку желчных протоков. Также это один из признаков дисфункции поджелудочной железы. Черный стул. Его могут окрасить лекарства, например, активированный уголь или препараты с железом. Но если вы не употребляли медикаменты, то это может быть признаком наличия кровотечений. В таком случае можно заподозрить рак, поэтому медлить с визитом к доктору не стоит. Красный кал. Признак крови. Она может быть при трещинах, геморрои, колите и онкологии. А вы обращайте внимание на то, какого цвета или формы стул. Что беспокоит вас больше всего? Напишите об этом в комментариях. Возможно, ваши мысли помогут и другим нашим зрителям. Форма. Вид сосиски с бороздками в виде трещин – признак того, что у вас со здоровьем все хорошо и нет причин для волнений. Если стул как гладкая и мягкая сосиска, то это можно отнести к идеальным испражнениям. Значит, вы питаетесь правильно, пьете достаточно воды и не нервничаете. Овечий кал. Это тот случай, когда стул по виду напоминает испражнение коз. Это признак запора и того, что вашему организму нужна клетчатка. Кал похож на крупную сардельку. Это еще один признак запора. В этом случае также может быть мало клетчатки, а может это вызвано приемом лекарственных препаратов. Выход один – ешьте больше фруктов и увеличьте физическую активность. Мягкий комкообразный кал с четкими краями может указывать на наличие слабой диареи или быть признаком раздраженного кишечника. В последнем случае, как правило, патология носит хронический характер. Испражнения слишком мягкие в виде комочков с неоформленными краями указывают на диарею средней тяжести. Сильная диарея – в этом случае жидкий кал в виде кашицы или даже жидкости. В последних двух случаях требуется употреблять медикаменты или скрепляющие народные средства, а лучше всего обратиться за помощью к доктору. Важно определить причины такого состояния и вплотную заняться лечением. На этом сегодня все. Мы всегда будем вам рады, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео понравилось, делитесь им в соцсетях, помогайте друзьям быть здоровыми и красивыми!